Приветствую вас! Вопрос, конечно, непростой. Я бы сказал, что он даже фигурирует в области морали, в области такого выбора. Вот, потому что психологические проблемы здесь, если есть, то они есть только у вас и у отца, ребенка. Потому что, что вы, что отец ребенка эмоции проявляете с огромным трудом. Вот, и мне кажется, что это является ключевой вообще проблемой. Вот, потому что, ну, прям это эмоции, эмоции, да, нужны, нужны, эмоции нужны ребенку. Вот, и, соответственно, как бы, без эмоций ребенок умрет. Вот, если не физически, то морально, духовно точно. Вот. Поэтому, если и есть именно психологические проблемы, то они есть, скорее, именно у вас и у вашего мужа. Вот. И с этим нужно работать. Что касается самой истории с ребенком, то здесь, мне кажется, ключевую ошибку, именно ключевую ошибку вы допустили в том, что сразу стали вытягивать его на какие-то оценки, сразу стали его куда-то тащить, сразу стали его достаточно жестко, да, значит, как-то вот подтягивать. Вот, мне кажется, что ваша ошибка, она именно в этом, потому что делать этого сразу, ну, было не нужно. Если вы говорите, что он не привык думать, да, не привык к тому, чтобы, там, совершать какие-то усилия, вот, то, вероятно, ему требовалось более последовательное и постепенное вхождение в процесс, как бы. Это, по крайней мере, было бы справедливо по отношению к ребенку. Вот, и мне кажется, что именно это стало ключевой причиной, почему он хотел все-таки жить именно с мамой, а не с вами. То есть, понятно, что там и мама сыграла роль, понятно, что там и мама, в общем-то, приложила к этому руку, да, там, сманипулировала и так далее, это понятно. Но, все же, одна из ключевых особенностей, как бы вот, ну, того, что он решил жить не с вами, да, это все-таки, на мой взгляд, на мой взгляд, да, это именно, вот, то, что вы слишком, слишком быстро, слишком резко за него взялись. Да, вот, этот ребенок, все-таки, он, ну, нуждается, как бы, в любви, да, вот, ну, в какой-то любви. А так получается, что вы ему любви, в общем-то, и не даете даже. Вот. Так что, здесь, конечно, ключевой момент. Смотрите, значит, при условии, если вы будете лучше выращать свои эмоции, да, при условии, если, ну, хотя бы, допустим, отец ребенка, да, я не требую этого от вас. Вот, потому что, ну, это ваше право, да, то есть, как бы, если вы хотите, например, там, ну, если вы хотите, допустим, что-то решить, да, то это можно решить. То есть, можно решить вопрос с проявлением эмоций, можно решить вопрос с выражением чувств, можно это решить. Вот, потому что причины здесь могут быть глубже, да, то есть, ну, вы и со своим ребенком ведете себя тоже так, вот, не очень эмоционально. Вот, то есть, проблема здесь, она, скорее, системная, я бы сказал, да, вот, а, значит, то есть, это все можно сделать, в принципе, это все можно, в принципе, решить. Но вам имеет смысл, вам имеет смысл бороться за ребенка, да, возвращать его, это понятно, что нужно, это понятно, что это необходимо. Но вам имеет смысл делать это только в том случае, если вы обеспечите ему в том числе и эмоциональную жизнь. То есть, понимаете, не только вот такой аспект, да, что он, вот, он как бы учится, да, и все, все, и это самое главное. Вот, а именно все-таки, чтобы вы давали ему и духовную жизнь в том числе тоже. Вот, и если вы готовы вот это все сделать, то в таком случае, да, имеет смысл, имеет смысл стараться его вернуть, ну, то есть, через суд, там, что вот это. Если же нет, если вы, ну, допустим, не готовы, да, если вы там, там, как бы не уверены в том, что, ну, что будете так себя вести, будете так делать. Вот, вот, если не уверены, то, наверное, лучше не стоить, потому что, каких бы успехов ребенок не достигал, да, каких бы успехов ребенок не добивался, ну, если он не получает любви, да, если его, как бы, духовная, духовная жизнь страдает, то он все равно будет выбираться там, где ему легче, лучше, именно, вот, с точки зрения эмоционального состояния, вот, и не особо его, в общем, волнует, что он при этом будет, там, там, ну, проседать по учебе, да, и что-то еще. Вот. Значит, с чем связана такая перемена, перемена, да, ребенка, вот. Надо сказать, что перемена ребенка может быть связана с мамой, да, с тем, что она ему наговорила, с тем, что она его, может быть, травмировала, с тем, что она ему, может быть, угрожала, вот. Может быть, может быть, может быть, руку приложил и отчим, 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 точнее, не отчим, а отчим, вот, может быть, и он руку приложил, да, то есть, там, пообещал что-то, там, пригрозил, припугнул, вот. То есть, здесь, конечно, совершенно очевидно, что ребенку лучше будет жить все-таки, все-таки с вами, вот. Потому что, то, что предлагает ему мама, да, это не любовь, что-то предлагает ему мама, это не любовь, то есть, любовь, как, ну, как котенку, да, вот, как, что ребенок, что котенок, это не любовь. Это, скорее, знаете, такая, такая, просто усиленная версия заботы, может быть, но не любовь, вот. Поэтому, я думаю, что его не любит ни мама, ни, как бы, с мамой он не получает любви. То есть, вы все думаете, что это любовь, но на самом деле, нет, на самом деле, это не любовь, на самом деле, это просто такое вот проявление заботы, да, но это, скорее, забота, как о домашнем животном. Вот, то есть, она не подразумевает, что человек будет развиваться, она не подразумевает, что человек будет расти, она не подразумевает, что человек будет что-то хотеть сам для себя, что-то будет решать и так далее. И в этом смысле я думаю, что в силу того, что ребенок не способен давать отсчет в том, где ему действительно лучше, да, суть однозначно определит проживание с вами, вот. А дальше уже дело вступит в ваше эмоциональное состояние. То есть, если вы готовы, если вы хотите эту ситуацию исправить, да, то есть, чтобы ребенок все-таки не страдал, вот, то ее можно исправить, ну а если соответственно нет, то значит нет, значит нет, тут как бы уже исключительно ваш только выбор, я не думаю, что кто-то может вас заставлять, кто-то может вас заставлять или должен вас заставлять. не думаю, что кто-то вправе диктовать вам, как поступать, и так далее. Вот. То есть, это все-таки очень личное решение и ответственное. Если вы с твоим мужем не уверены в том, что можете дать ребенку необходимого духовного наполнения, то я полагаю, что лучше оставить его там, потому что неизвестно, что хуже будет. Ну вот. вот, в принципе, в принципе, так, давайте еще раз сейчас я посмотрю ваш вопрос, так, что мы должны продолжать с трудом, не знаю, что делать. Так, ну, не знаю, как поступить, и как поступить, чтобы что. Понимаете? То есть, как-то вот у вас здесь довольно противоречивая модель получается. То есть, вначале вы вроде как не хотите, вначале вы вроде как говорите, что нет, нет, я не готова ребенку, ну, чужого ребенка воспитывать и давать ему все, что нужно. И, в общем-то, я вас понимаю. Вот. Потом вы говорите, что ну ладно, в общем, можно все-таки ему помочь. Вот. Просто с жалостью, но при этом обнять и поцеловать его вы все равно не можете, а ребенку это нужно. Вот. То есть, тут вам нужно определиться со своей позицией на самом деле. То есть, с чего хотите именно вы все-таки, что вот вам нужно, лично вам что нужно, лично вы в чем нуждаете. Вот. То есть, какая, как будет комфортно вам. Вот. И вот вы пишете, да, не знаю, как поступить, как поступить, чтобы что, и опять не знаю, что делать. Да, то есть. А вопросы где? Она не... Вопроса нет. То есть, ну вот, вот есть ситуация, да. А вопрос в чем? То есть, вы видите проблему, вы видите проблему в чем? В чем вы видите проблему? Именно ваш конфликт, ваше противоречие, оно в чем? В том, в том, где ребенку лучше, ребенку лучше с вами. При условии, если вы сможете раскрыть свои чувства и проявлять больше эмоций к нему. Значит, Ваше отношение к чужому ребенку? Да. Это, это внутренняя неуверенность в себе. Да, вы не уверены в себе, вы сомневаетесь, может быть даже где-то, где-то боитесь, хотя, наверное, вы с этим не согласитесь, но тем не менее, вот, вы склонны подавлять свои чувства, муж, вас тоже склонны подавлять свои чувства, вот, поэтому, поэтому, не подавляйте понятным путем конфликта, то есть, объективно, объективно, вот, вопрос, с кем лучше ребенку, да, должен решаться идеал, потому что, ну, что мы знаем, вот мы знаем только кто-то высказали, то есть, мы знаем только то, что вы высказали, с этой точки зрения, как бы, все очевидно, конфликт состоит в том, что с вами ребенок любви не получает, ну, из мамы тоже любовь, любовь как таковую не получает, но кто-то получает лучше, тем дольше, тем дольше, ну, вы даёшь, вот, то есть, в первом случае, в первом случае ребенка провоцируют на бесконтрольное выражение своих чувств, да, и проявление своих желаний, ну, как мы как вам, это импульсивность, эмоциональность, вспыльчивость, там, может быть, элементы психопатии, вот, во здоровом случае вы провоцируете ребенка на поравление эмоций, вот, ну, и то, и другое плохо, и то, и другое плохо. Это полимеры какие-то, знаете, что это, ой, не полимеры, а дихотомия какая-то, вот, то есть, в мире, ага, мир состоится с полимером, то есть, и тут, и тут это, тут что, того немножко, того немножко, а у вас какие-то дихотомические, дихотомные представления, вот, знаете, я понимаю, вы не можете, я понимаю, у вас проблема, ну, вот, куда-куда ребенка-то забирать, если у вас проблема с выражением, с выражением чувств, вот. А, давайте еще раз посмотрим, а, вот, этот момент, где, а, так, значит, на каникулы поехал к матери, мы его отпустили, а, после каникул вернулся, проучился два дня, на третий мать без предупреждения и забрала его из школы, закрыла с ним дом и не отпустила. Ну, то есть, вот здесь, так, какое-то насилие произошло, как бы, вот. По телефону он за следами говорит, что больше не хочет жить с отцом, что не хочет жить с отцом, скучает по маме. Ну, я думаю, что это мама, я думаю, что это мама, мама, она, где она получает за ребенка какое-то пособие, вот, она его, ну, надавила на него, да, и внушила ему, что отец плохой, вот, что он только учит, только приказывает, только впитывает, да, и никакой свободы, соответственно, не дает, вот. Ну, и ребенку-то внушаемый, очень, человек, вот, поэтому он поддался и теперь вот думает так. Мне кажется, что здесь просто, просто сыграли на желаниях мальчика, вот. Поэтому я бы не воспринимал, эм, всерьез, то, что происходит. Вы подумайте, кому выгодно, ну, кто выгодно получит, получит АПП. Понимаете? Ну, вот, в принципе, что-то можно сказать, да, то есть, ни с кем лучше ребенку не будет, да, ни с вами, ни с мамой, до тех пор, пока вы не будете воспитывать его в гармонии. Ну, вот, мама, она в гармонии его не воспитывает, вы тоже. И с этой точки зрения, вы ничем не отличаетесь от мамы. Просто вы представляете собой разные стороны одного и того же. И для ребенка это одинаково плохо. Ну, и сама постановка вопрелся, да, с кем лучше ребенку, это тоже такая довольно провокационная, да, что мы должны сказать, либо с Славой, либо с мамой. Вот, это, я понимаю, что вы делаете это неосознанно, но это очень похоже на манипуляцию, либо на провокацию. Уже нами. Понимаете? И определите, пожалуйста, причину своей растерянности. Вот. Это очень важно. Значит, какое решение вижу я? Суть. Это безусловно. Значит, суть и работа с психологом. Сперва. С вами, может быть, для, так сказать, начало. 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 Для погружения. Вот. А потом с отцом. Потому что вам нужно работать, чтобы проявлять эмоции по отношению к своему ребенку и по отношению к мальчику. Вот. А абсолютно нужно работать тоже. Потому что, ну, отдаленный отец, отдаленная родительская фигура, это очень серьезное влияние оказывает на жизнь, на путь, на дальнейший путь ребенка. Вот так, так мне видится. Поэтому начинать нужно прямо сейчас. Времени нельзя передаром, потому что, по сути, вот именно для вас, то, что ребенок от вас недополучает любви, это тоже очень больно по нему бьет. Вот. Так что, решать вам, смотрите, ну, не тяните. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы по моему ответу, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. обновления. Продолжение следует...